Всем привет, дорогие друзья! Сегодня наше видео будет посвящено навыкам экипажа. После того, как вы начинаете играть, рано или поздно вы начинаете замечать, что ваши иконки у самолетов с левого верхнего угла начинают отображаться такая иконка пилота. Поначалу она серебристая, потом через какое-то время она может стать золотой. Это значит, что у вашего экипажа, который находится в этом слоте, появились свободные очки опыта. И вы их можете каким-нибудь образом распределить. Давайте попробуем сейчас это сделать и поговорить о том, куда лучше вкладывались очки опыта. Для того, чтобы распределить очки опыта, мы заходим в иконку такого же пилота, щелкаем на нужный слот и открывается вот такое вот диалоговое окошко. Что здесь можно сделать? Ну, во-первых, мы сразу попадаем на вкладку пилота, где можно очки распределить по следующим навыкам. Это зоркость, обзор, устойчивость к перегрузкам, выносливость и живучесть. Зоркость. Вообще, есть всплывающие подсказки, но поначалу решить очень сложно, что же конкретно вам нужнее именно в данный момент. Данный параметр очень важен для исторических боев и для аркады. В режиме реалистичных боев он практически бесполезен по той простой причине, что зоркость отвечает за появление маркеров цели поля зрения. Поле зрения вы можете увидеть, когда вы смотрите во время полета в правый верхний угол вашего экрана. По умолчанию там находится радар. И маленький треугольничек, который чуть-чуть светлее радара, показывает направление вашего зрения. Именно это ваше поле зрения. Так вот, зоркость и определяет то, когда над теми целями, которые находятся в поле вашего зрения, появляется маркер. Обзор же, в отличие от зоркости, он показывает маркеры не только в поле вашего зрения, но и сзади, сбоку, то есть то, куда вы не смотрите. Данный навык очень полезен, чтобы вам не смогли зайти в хвост, для того, чтобы на вас не смогли, опять же, спикировать. Но, опять же, он очень эффективен только в исторических боях и в аркадных боях. Причем, и зоркость, и обзор в аркадных боях, ну, скажем, даже менее значимо, чем в исторических. По той простой причине, что у вас в аркадных боях так называемое групповое видение. Ну, очень хорошо вам знакомо по тем же самым танчикам. То есть, если кто-то цель засветил, вы тоже ее увидите. Поэтому, что зоркость, что обзор будет вам очень полезный. Либо в самом начале боя, если вы бежите с шашкой на голову впереди всей колонны и сами светите. Либо в самом конце боя, когда бывает такая очень редкая ситуация, наземной техники много, а самолетов осталось мало, кто-то где-то приземлился, его нужно найти. Вот тогда вам и пригодится, как раз таки, зоркость и обзор, для того, чтобы вы смогли найти, где же он приземлился, и для того, чтобы над ним появился маркер прицеливания. Если мы вспомним про реалистичные бои, то маркеров там у нас нет. Ну, точнее, они есть, но подсвечивается только своя союзная техника. И она всегда подсвечивается на одинаковом расстоянии, вне зависимости от того, как сильно у вас прокачан зоркость и обзор. Более того, если зоркость и обзор у вас не прокачаны, то и в истории, и в аркаде, порой вы будете замечать цели раньше, чем над ним будут появляться маркера. Это нормально. Очень хорошо поработали в версии 1.25 над графикой, и контакты действительно распознаются достаточно хорошо, особенно на фоне воды или чистого голубого неба. На фоне земли немножко посложнее. Устойчивость к перегрузкам. Очень простой параметр. Если вы замечали, при выполнении резких маневров у вас экран либо темнеет, если нагрузка отрицательная, либо краснеет, если нагрузка положительная. Так вот, если у вас прокачана устойчивость к перегрузкам, и темнеть, и краснеет, экран будет намного позднее. Это значит, что вы будете достаточно хорошо контролировать прицеливание, сможете вести вашу цель очень долго, и сможете смотреть, куда вы конкретно стреляете. Выносливость. Данный параметр наиболее сложный для понимания. Тут очень интересное описание. Данное умение позволяет экипажу дольше сопротивляться усталости. Что это значит? Первое, что вы можете заметить, кружок вы навели куда-то, прицел туда попадает, и там он не статично находится, он потихоньку гуляет. Так вот, чем сильнее устает ваш экипаж, тем больше гуляет данный прицел. Но, у нас же ведь не только прицеливание мышки есть. Если вы из джойстика, то прицел ваша гулять никуда не будет. Как же это реализовано там? Дело в том, что выносливость также еще отвечает за характеристики самолета. Если вы выполняли огромное количество сложных маневров, либо вязались в маневренный бой, получили кучу перегрузок, ваш экипаж устает. И выносливость пилота позволяет пилоту лучше управлять самолетом, даже будучи уставшим. А это значит, что он будет все так же быстр, все так же маневренный. Если вы с нулевой выносливостью сейчас повыполняете кучу различных фигур высшего пилотажа, то вы заметите, что скорость самолета несколько упадет, несколько он станет хуже летать и хуже выполнять те же самые маневры, которые до этого что выполняли. А это значит, что прокачанная выносливость даст вам выигрыш в маневренном бою и сразу после него, когда вам нужно будет побитым либо целым вернуться на базу для того, чтобы починить. Живучесть. Ну, это непосредственно здоровье. Это, пожалуй, единственный компонент, который все-таки включает в себя хитпоинты. Чем живучесть выше, тем, соответственно, здоровье у экипажа больше. Однако, к сожалению, сейчас этот параметр, он очень оспорен. Дело в том, что в любом случае, если у пилота попадает 37-мм снаряд, никакая живучесть ему выжить не поможет. Это совершенно однозначно. Поэтому, качать живучесть или нет, решать вам. качается, оно достаточно активно. То есть, для того, чтобы ее распределять очки, много у вас очков не уйдет. Но выигрыш дает достаточно тривиальный. Если вас постоянно убивает пилота, возможно, в этом и есть смысл. Но так, в повседневной жизни, это, пожалуй, один из последних параметров, который пока что стоит качать. Но, возможно, в будущем этот RPG-элемент, он будет улучшен и качать живучесть на самом деле пригодится. Теперь перейдем к бортовым стрелкам. С живучестью, выносливостью и устойчивостью к перегрузкам все то же самое, что и у пилота. Если вы выполняете различные маневры, экипаж получает перегрузки, то бортовые стрелки все равно смогут, во-первых, если у них прокачана устойчивость к перегрузкам, при выполнении маневров, все-таки продолжать стрелять, хотя в любом случае их точность падает при выполнении маневров. Выносливость позволяет после выполнения маневров, после долгого полета, все равно им быть настолько же эффективным, как они были до этого. Ну и непосредственно живучесть, соответственно, позволяет в случае попадания снарядов, у них там пуль, все-таки им выживать. Ну а с точностью и скучностью стрельбы, я думаю, и так все понятно. Для бомбардировщиков данный параметр является основным, и качать нужно его в первую очередь. Это намного важнее, чем обзор. Отвечает он за то, насколько кучно и точно ваши бортовые стрелки будут отстреливать тех врагов, которые будут в поле их стрельбы. Наземные службы прокачиваются как для игры, так и для вашего ангара. Скорость ремонта непосредственно влияет на скорость ремонта самолета, если вы сели на филд, и если ваш самолет был уничтожен в бою, и вы не хотите его ремонтировать за деньги, а хотите просто подождать, пока он ремонтируется автоматически. Чем выше прокачана скорость ремонта, тем, соответственно, быстрее будет чиниться ваш самолет на филде в игре и в своем ангаре. В среднем полностью прокачанный экипаж, если у него полностью прокачана скорость ремонта, чинит самолет примерно в два раза быстрее. Так, например, если вы седете на филд с нулевой скоростью ремонта вы будете чинить примерно 24 секунды. Полностью прокачанный экипаж с асами будет чинить ваш самолет за 12 секунд. Ранг ремонта. В данный момент я не могу немножко понять, почему этот параметр не работает так, как он должен работать. По идее ситуация следующая. Ранг ремонта позволяет вам чинить самолеты определенного уровня на вашем филде. Как вы видите, он соответствует 20-ке, то есть всего у нас 20 уровней в линейке развития, соответственно если у меня ранг ремонта второй, то по идее у меня могут чинить на филде только самолеты второго уровня. Но по факту чинят в любом случае все самолеты. Возможно в будущем это исправят. Но пока что ранг ремонта прокачивать смысла особого не имеет. Скорость перезарядки. Влияет на скорость вашей перезарядки. Как бы это странно не показалось. В среднем пушка перезаряжается к нулевой скорости перезарядки за 28 секунд, пулеметчик около 15 или 16. Точно не помню. Если у вас скорость перезарядки полностью прокачана вместе с асами, время перезарядки сокращается вдвое. Соответственно для пушек это будет в пределах 12-13 секунд, для пулеметов это будет 7 или 8 секунд. То есть очень-очень быстро. Скорость перезарядки очень важный параметр. Если скорость ремонта позволяет вам экономить ваши деньги, то скорость перезарядки позволяет вам набивать больше фрагов. Посудите сами. Боезапас закончился, вы все равно достаточно через короткий преждок времени сможете продолжать бой. В аркаде. Скорость лечения. РПГ элемент, который в данный момент не введен. У меня он прокачан только лишь потому, что его прокачивать легко, а мне нужно было докачать экипаж до определенного уровня, чтобы купить им экспертов. Но тем не менее, скорость лечения по идее должна означать следующее. Если ваш экипаж выходит из строя, если он теряет сознание, то по идее его бы надо подлутать на земле. Либо после вашей посадки вам нужно будет починить ваших бортовых стрелков, либо уже после выхода в ангар тех пилотов, которые получили травмы, нужно было бы тоже вылечивать. Но в данный момент они вылечиваются автоматически, поэтому скорость лечения качать смысл абсолютно никакого не имеет. Вот такой вот обзор навыков. Ну и напоследок расскажу про уровень экипажа. Что это за параметры? Это совокупность всех очков, которые получил ваш экипаж, на которые он прокачивает. А это значит, что зоркость плюс обзор, плюс точность с перегрузком и так далее, и так далее, и так далее по всем пунктам в итоге выливается вот в эти 220 очков. Фактически это сила вашего экипажа. Как быстро получить нужный уровень экипажа? Нужно как раз таки базово прокачать на дешевые пункты ваш экипаж. Давайте сейчас я перейду к надземным службам и покажу, как это делается. Скорость лечения, как я сказал, это отзначно бесполезный параметр в данный момент. Но если вам не хватает буквально одного-двух пунктов для того, чтобы купить эксперта, то можно влить сюда опыт, потому что это будет отзначно дешево. Обратите внимание в правую часть вашего списка. Видите, 10, 10, 3. Это стоимость нового уровня умения. То есть 3 очка опыта я потрачу для того, чтобы скорость лечения повисеть на один дополнительный пункт. Вот я его повышаю. И видите, у меня уровень экипажа будет, если я нажму кнопку «Применить», уже 203 пункта. И так далее. До определенного порога у меня они шли, за каждый новый шаг я оплатил по 3 очка уровня. Начиная с 15 уровня навыка, я уже буду платить по 4 очка. Начиная с 20 уже по 5. И так далее в архитической прогрессе. То есть каждый раз, преодолевая определенный порог, я буду вкладывать все больше очков опыта экипажа для того, чтобы поднять его уровень. Если вернуться к предыдущим пунктам, обратите внимание, в наземных службах скорость лечения я могу прокачать сразу на 29 пунктов. А в бортовых стрелках, точность стрельбы, которая у меня сейчас намного выше, чем скорость лечения, она уже на 28 пунктах, я смогу поднять ее всего лишь на 6 пунктов. Такая же система есть в принципе и в других RPG-играх, например, в том же самых Diablo, для того, чтобы получить новый уровень, вам нужно убить намного больше монстров, чем вы убивали для того, чтобы получить предыдущий уровень. Та же самая система и здесь, то есть вам нужно набраться достаточно большого количества опыта для того, чтобы подняться на следующий уровень. Именно поэтому квалификация экспертов и так важна. Просто заплатив достаточно небольшое количество олювах, даже вот видите, где достаточно высокого уровня в машинах, это не превышает 100 тысяч львов, что не очень дорого, вы сразу получаете бонус в определенных количество пунктов. Если ваш навык уже, допустим, прокачан на 20-15 пунктов, плюс 30 бонуса дает практически полностью прокачанный навык, изначально покупается квалификация экспертов. Покупается она за львы, то есть за игровую валюту, и, соответственно, вообще я бы крайне рекомендовал всем самолетам, которые получают ваш экипаж, естественно, вы должны попробовать вообще ваш этот самолет или нет. Если вам самолет нравится, то сразу покупайте им экспертов. Это сразу даст вам прирост в 30 пунктов на скорость ремонта, соответственно, ваш самолет будет быстрее ремонтироваться как в игре, так и после боя. Скорость перезарядки, 30 пунктов, это очень много для того, чтобы прокачать этот же параметр на 30 пунктов, вам нужно будет затратить, ну, приблизительно где-то 300 очков опыта экипажа. Это, поверьте мне, очень много. И также у вас повышается точность стрельбы для ваших бортовых стрелков и кучность стрельбы для них же. По поводу бортовых стрелков, я совсем забыл сказать про параметры количества опытных стрелков. Обратите внимание, когда вы выбираете самолет, когда вы заходите в экипаж, у вас указана страна, текущий самолет, а самое главное количество стрелков в этом самолете. В большинстве самолетов стрелков нет вообще. Либо у вас один единственный бортовой стрелок. Но на многих бомбардировщиках их количество разнится от 3 до 9. Вот, у Б-18 это видно. Так вот. Если количество опытных стрелков, по умолчанию у вас всего лишь навсего один опытный стрелок, а остальные это просто парни с нашего двора, которые, которые случайно дали в руки пулемет. В данном примере у вас количество опытных стрелков 5. Предположим, в нашем реальном самолете у вас их не 5, а 1. Значит, если параметры стрельбы у вас в данном моменте составляют как у меня 52 пункта, то если бы у вас был только один опытный стрелок, он бы был уменьшен на 80%. Параметр точности стрельбы, кучности стрельбы, ну и остальных, устойчивости перегрузки, выносливости, живучести, упал бы у вас на 80%. Потому что 50 это 100%, а у вас только один, соответственно только 20% из них нормально работает. А это значит, что вместо 52 пунктов, как у меня, вы бы получили всего лишь на все около 10 пунктов точности стрельбы. Остальные бы вы просто-напросто зря бы потратили. Это значит, что бортовые стрелков, количество опытных стрелков нужно наращивать. К сожалению, это достаточно дорого с точки зрения обучения. Первый опытный стрелок стоит что-то около, да, вот 240 очков опыта, потом, по-моему, идет 360, потом идет еще больше. И вот если вы бы захотели посадить к себе седьмого опытного стрелка, либо шестого, то вам, соответственно, надо было бы заплатить уже 660 очков опыта экипажа, потом 720 и так далее по нарастающим. Если вы хотите посадить десятого опытного стрелка, на данный момент таких самолетов в игре нету, то вам пришлось бы заплатить уже 1100 очков опыта экипажа. Это очень-очень дорого. Если вы прокачались до экспертов, как я уже сказал, вы получаете бонус 30 пунктов для скорости ремонта, точности стрельбы и кучности стрельбы для бортовых стрелков и для пилота зоркость и обзор. Если очки опыта вам позволяют прокачаться до аса, а это достаточно дорого для самого третьего уровня А6К4, нужен уровень экипажа уже 430, то заплатив определенную сумму в золотых орлах, это уже за реальные деньги делается, вы бы получили еще 20 дополнительных пунктов. Естественно, возникает вопрос, а стоит ли вливать реальные деньги, чтобы получить какое-то определенное преимущество. По большому счету, сильных отличий между экспертами и асами нет. Сколько мы наблюдали, сколько мы измеряли там у тех же самых бомбардировщиков, насколько точнее, стреляют стрелки. Поверьте мне, эксперты, если полностью прокачан навык и плюс еще есть бонус экспертный, этого уже выше крыши достаточно. Асы сильно как бы чудеса не творят. Но, если вам так важны, допустим, дополнительные там, не знаю, метры зоркости, обзора, если вы играете в аркаде, если для вас очень-очень важно, чтобы ваш самый, допустим, на земле ремонтировался быстрее, то можете, пожалуйста, купить, загонать небольшое количество денег и купить асов. Итак, подведем итоги. Первое, что нужно сделать, когда вы только начинаете игру, это повысить основные для вас навыки экипажа. Живучесть, как я сказал, сейчас практически не имеет значения, поэтому для истребителей очень важной является устойчивость к перегрузкам и выносливость для всех режимов и зоркость и обзор, если вы планируете играть только в аркаде либо в исторических боях. Даже больше зоркости и обзор вам пригодятся скорее в исторических боях, чем в аркаде. Бортовые стрелки имеет смысл прокачивать только в том случае, если вы в данном слоте будете использовать только бомбардировщики. Нет смысла накупать огромное количество слотов и понапихать туда достаточно большое количество разнотипной техники. Лучше использовать один слот только для бомбардировщиков, другой слот, допустим, только для штурмовиков, третий слот, допустим, только для истребителей. Это позволит вам достаточно быстро набрать нужный уровень вашего экипажа и как только вы набираете нужный уровень для вашей боевой машины, обязательно покупайте квалификацию экспертов, ну и потом и в течение времени возможно вы куда-нибудь купите асов. Если вам не хватает буквально каких-то копеек для того, чтобы повысить свою квалификацию до экспертов, у вас не хватает уровня экипажа для этого, прокачивайте то, что возможно вам даже не пригодится. Это у пилота естественно живучесть, у бортовых стрелков возможно та же самая живучесть. Но качайте бортовых стрелков только в том случае, если в этом слоте у вас будет использован бомбардировщик. Всегда повышайте количество опытных стрелков, согласно тому, эквивалентно тому, сколько у вас их на самолете. Потому что даже очень хорошо прокачанная точность стрельбы, в случае, если количество опытных стрелков не хватает, будет очень сильно урезаться. Экипаж самолета будет работать не в полную силу. У наземных служб они очень важны, обязательно нужно качать скорость перезарядки в первую очередь, если вы играете в аркаде, либо скорость ремонта, если вы играете в исторических боях и не хотите тратить дополнительные деньги на ремонт вашей машины. На этом про навыки экипажа все. Спасибо за внимание. До новых встреч.